У мобильного прививочного пункта ажиотаж. Владимирцы выстроились в очередь, чтобы сделать прививку от ковида. Последние 14 дней повышение температуры, боль. У меня вообще нет. Александр Исаков и Любовь Казакова пришли на вакцинацию вместе. Супруги давно планировали сделать прививки. Узнав, что на рынке открылся мобильный пункт, обрадовались. Здесь принимают без предварительной записи. Я хочу тоже быть здоровым. До 120 лет хочет. Да, 125 нормально будет. А ковид, он мне не даст, тогда придется умереть. А у нас привились все. Все братья, они уже давно по турпоездкам ездят. Они уже привиты давно. Вот мы остались непривитые. Чаще всего вакцинироваться приходят люди, которые боятся заболеть. Среди посетителей есть и пациенты, которые уже испытали тяжелые последствия коварной инфекции на себе. У них, как правило, не возникает вопросов, зачем нужно делать прививку. Как и в большинстве случаев, наверное, это поражение легких. То есть очень тяжело дышать, очень больно, очень большие ломки были. Я прошел на необходимости. Да, срок уже прошел, антител уже нет, поэтому прививку я решила сделать. Пункт вакцинации на колесах у рынка Слобода будет работать всего три дня с 20 по 22 мая. Сделать прививку могут все жители областного центра с 9 утра до 3 часов дня. Желающим нужно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Перед вакцинацией каждый пациент заполняет анкету и проходит обязательное обследование. Противопоказание – это любое обострение хронических заболеваний или острые заболевания, когда приступают жалобы на насморк, кашель, заложенность грудной клетки, температура повышается. В мобильном пункте владимирцы получают только первый компонент вакцины «Спутник Ви». Спустя 21 день вторую прививку необходимо будет сделать в поликлинике по месту жительства. Особенность в том, что мы просто приблизились, ближе к народу стали, более доступны. И записи не нужно никакой. То есть может любой человек с города, с любой точки нашего города подойти. Вакцины мы привезли много, потому что не знаем, сколько придет. Вакцин привезли около 70 ампул. В ближайшее время подобные прививочные пункты откроются и в других общественных местах Владимира. В облздраве считают, что таким образом удастся быстрее сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу. По последним данным, первый этап вакцинации прошли 96 тысяч жителей региона. 80 тысяч из них уже сделали вторую прививку. Елена Павлова, Андрей Беляков, губерния 33.